Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я готовлю сметанник 3 стакана. Этот насыпной пирог фактически получается как настоящий торт. Песочные коржи пропитаны нежным сметанным кремом. Готовится все быстро и просто из самых доступных продуктов. Приготовьте его и попробуйте. Это очень вкусно. Каждый кусочек этого торта пирога просто тает во рту. Сметанник я буду выпекать в разъемной форме диаметр 22 сантиметра. Дно и бока выстелила пергаментной бумагой. Причем я даже слегка нарастила бока при помощи пергаментной бумаги. Для приготовления сметанного крема мне понадобится смешаю в миске сахар, кукурузный крахмал и соль. Добавляю яйца. Хорошо все перемешиваю до однородности. Именно таким образом перемешивая яйца с сахаром и крахмалом в креме не будет комочков. Я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 62-65 граммов. Получается вот такая однородная масса. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И теперь добавляю сметану. Я использую сметану жирную 25 процентную, но сюда также подойдет и сметана 15 и 20 процентная. Хорошо все перемешиваю до однородности. Получился вот такой сметанный крем, который будем запекать вместе с тестом. Для приготовления теста песочной кружки мне понадобится Для моего рецепта я использую стакан объемом 350 миллилитров. Здесь у меня полный стакан муки по весу это получается 180 граммов. Полный стакан мелкой муки по весу получается 250 граммов. И я буду использовать не полный стакан сахара, потому что мне кажется, что полный стакан сахара это уже будет слишком сладко. Добавляю 200 граммов. Также добавляю щепотку соли и разрыхлитель для теста. Хорошо все перемешиваю. В полученную сухую смесь на крупной терке натираю кусочек масла. Периодически его перемешиваю. Также я добавлю одну чайную ложку экстракта ванили. И теперь все хорошо перемешиваю до однородной крошки. Перетираю масло с сухой смесью в руках. Сожмите ее в руке, если она собирается вот в такой комок и при легком нажатии распадается, значит крошка готова. У моего пирога будет шесть слоев теста и пять слоев крема. Я отделила шестую часть, это примерно 135 граммов. Распределяю по дну. Стараюсь все разровнять равномерным слоем. И теперь сверху выкладываю пятую часть крема. Также аккуратно распределяю. У меня это получается примерно 190 граммов. Удобно крем разравнивать силиконовой лопаткой. Сверху насыпаю следующий слой крошки. И таким образом чередую все слои. Самое главное старайтесь это все сделать равномерно, чтобы потом слои были хорошо видны в разрезе. Чтобы они не смешались. Разравниваю. Теперь следующий слой крема. Я попробовала разные способы как распределять крем по крошке. Вот силиконовой лопаткой получается удобнее всего. Теперь следующий слой крошки. И так до конца. Получается такой насыпной сметанник. Очень вкусный. Этот пирог еще очень похож на королевскую ватрушку. Только без творога. Если вам интересно, я оставлю ссылку на рецепт королевской ватрушки под видео в описании. Распределяю последний слой крема. И высыпаю оставшуюся крошку. Все разравниваю. И теперь чтобы сверху еще получилась такая более румяная корочка, я натираю немного сливочного масла. Буквально граммов 20, не больше. Также по желанию можно еще немного сверху присыпать пирог миндальными лепестками. Они у меня не обжаренные, обжарятся в духовке. И сейчас пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Посмотрите только как высоко поднялся пирог. Он вырос больше, чем моя форма. Поэтому я и наращивала бока. Если вы видите, что пирог равномерно поднялся, значит он полностью пропекся. Самое главное следите, чтобы хорошо поднялась серединка. И еще один вот такой небольшой нюанс. Посмотрите, видите, он как бы такой еще немного дрожащий, потому что там много сметанного крема. Сейчас пирог надо оставить полностью остыть прямо в форме. Пахнет он просто великолепно, такой ароматный. Ну и также можно проверить еще деревянной зубочисткой. Пирог у меня уже полностью остыл и я извлекаю его из формы. Посмотрите, как он замечательно выглядит. Он даже не сильно осел, совсем чуть-чуть. По желанию пирог сверху можно присыпать сахарной пудрой. У этого пирога торта получаются вот такие замечательные слои. Песочного теста и нежного сметанного крема. Я рекомендую этот сметанник есть холодным, когда он уже какое-то время постоит в холодильнике. Тогда от него просто невозможно оторваться. Он такой вкусный! Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. И конечно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok